Это средство, это общение, это особенно братское общение. Братское общение, в том смысле, даже не в том, как мы собрались сейчас, хотя мы слышали, что это было не страховное братское общение, общение братьев-пресвитеров, служителей. Но очень важно, чтобы в каждой церкви было вот это вот братское общение, независимо от того, существует ли достаточно рамотных, разумных братьев-служителей, тому же диакон, есть в больших терпях. Обычно это заканчивается, знаете, братское общение, как я, вот, на 63 года, я с детства, я вырос, можно сказать, я вижу, здесь есть тоже дети уже, довольно взрослые дети верующих родителей, поэтому они меня, наверное, поймут. Я наблюдал за тем, что происходило, как-то еще было. Чего они у меня, передо мной была вот жизнь верующих людей, потом, к сожалению, я жил в мире, потом, да, Бог помиловал меня, я смог все-таки вспомнить вот эти благословения и обратиться к Богу искренним сердцем. и потом мне пришлось каким-то, вот, Бог проводил меня такими путями, что приходилось мне, вот, до этой церкви, вот здесь я уже, я уже, я уже, около 20 лет, до этого, в чьем, в другой церкви, в Калужичево, здесь недалеко, и работая, как-то, вот, вот, а по специальности я строитель, я тоже с детских лет, я своими руками все делаю, и были у меня вот и водолеют родины, и приходилось посещать поместные церкви, и поэтому я вот сейчас имею вот такое вот видение, и видел я результаты, когда, знаете, служитель, какой бы он ни был благословенный, какой бы он ни был разумный, но если он говорит, я сказал, я очень знаю, братья, то это всегда заканчивается печально. Служителя должна быть поддержка. Служитель, безусловно, имеет, простите, имеет право, имеет власть в духовном мире. Богом дан власть. Так же, как апостол Павел пишет. Я служитель, я имею власть в инвестистову жену, я имею право питаться, в случае сборов. Но он пишет, пользовался ли я чем-либо? Поэтому благословение, когда к этой власти служителя, или служителей, вот в больших церквях, это еще раз повторюсь, это совет пресвитерский там, или братский совет, да? Если к этому еще прилагается авторитет, как апостол Павел пишет. Я имею власть, но я день и ночь трудился, дамы показать ему пример. И вот этот пример можно только показать, когда. Когда служитель, когда братья старшие, когда те, кто, может быть, как мы уже касались темы гордости и зависти, откуда, немножко вы помните, что такое гордость? Это когда я могу, я умею, у меня вот это гордость, да? А зависть. Это когда я, только снизу. Я не умею, я не могу, я не улучшу, я не... Но опять же я. Это эго. Что то, что то. Поэтому, чтобы не было зависти, нужно, чтобы те молодые, особенно в церкви, вот скажу, конкретно в нашей церкви, раз уже, да, то придя вот уже, сколько точно скажу сейчас, 18, по-моему, как уже ферму этой церкви, я являюсь. Вот мы с братом Александром, он, наверное, полгода ходил, для братьев, кто не знает, да? Я все выпытывал у него, какое у него видение на духовное созидание церкви, какое у него видение даже вот на размеры дома молитвы, какое у него видение на участие братьев в служении, как он, он авторитарным хочет быть таким служителем, или он понимает важность того, что, ну, потому что, почему я искал вот такого, такую церковь, такого братского вот общения, потому что я видел, как разрушаются церкви авторитарными вот этими вот способами управления. И в то же самое время и у Христа была очень неограниченная власть, да? Ну, он иногда пользовался этой властью, когда нужно было запрещать, но когда нужно было позвать за собою, он на первое место ставил свой авторитет, он добром, любовью, звал за собой учеников, звал тех, кого он желал спасти. И вот в связи с этим, я вот вспоминаю еще одно отступление, как там, став членом Каладьевичаской церкви, как-то Господь натал такую работу, что я хорошо зарабатывал, и братья, видя, что, ну, я выделился в Россию, видя, что хороший заработок, так просились, ну, знаете, тогда у нас все были такие зарплаты маленькие, они просились. И в основном там тоже, как и в некоторых церквях, музыканты, поющие, вот кто в хоре, да, они как-то, может быть, особо, может, испытывали в материальных средствах, потому что, ну, в основном зарабатывали, наверное, люди, у физического труда, да, кто строил, кто там, это, что-то умел, как-то, и они просились, и я приглашал их с собой в раунную работу, вы знаете, что, может быть, у них и платька зависит, я не знаю, да, они тоже, наверное, хотелось так же хорошо зарабатывать, но когда они приезжали домой, ну, это была работа лом и лопата, ну, как, грубо говоря, да, или там мастерок, ну, чего-то они не умели, поэтому я там уже более творческую работу делал сам, основное это было там раствор, выкопать фундамент, бетон, и они месяц не могли играть на своих музыкальных инструментах, на гитарах, на клавишках, я думаю, вот тогда вот, когда я их звал, уже когда мне надо было, чтобы они помогли, они говорили, нет, знаете, что, ну, очень тяжело, мы же так лишимся своих профессиональных способностей, поэтому, когда мы начинаем, что такое, опять же, космоса братского общения, братского, такого совета, не в том смысле, что это совет нескольких братьев, а братский совет, вот это у нас сегодня, это совет, как достичь лучших результатов в служении Богу, в служении наших церковных, помятных братьев и сестры, вот, лучшим средством является, вот, если у тебя есть зависть, да, то ты должен получить, вот, то, или способность на перту достигнуть, вот, например, как завидовать, вот, ну, брату Александру, да, прислителю, или кому-то другому, как можно завидовать, ты вот сам попробуй, ночью не поспи, днем потрудись, да, дать человеку возможность попробовать, ну, тогда сам откажется от этого, у него, ну, это все делает Господь, Господь знает, как нам показать, что, это не просто так достирается, позови, потрудимся, когда мы одинаково участвуем, одинаково жертвуем, одинаково переносим, вот эти вот, мозоли, можно сказать, и на физических наших руках, и на ногах, и духовные милости, духовные какие-то переживания, и духовные победы, это у нас все общее, когда оно не может быть зависти, не может быть и горлости, это само собой разумеется, потому что, если это не мое, зачем мне гордиться, а если у меня этого нет, кто будет мне завидовать, если я все отдал, кто будет встанет завидовать, а если кому-то это пришло, то человек благодарит Бога, и вот, опять же, главная тема, вот это, такое вот понимание, и такая практика, вот в братском, особенно в братском, это безусловно, что церковь, как и Слово Божие, не оставляется собрания вашего, и прежде всего, это касается братьев, братья не оставляем своего общения, молитвы, размышлений над делом Божьим, и когда мы вместе собираемся, ну вот, конкретно по местной церкви, мы тогда видим, мы слышим, мы понимаем, и если у кого-то есть, опять же, вот как мы говорили, о молодежи, о молодых братьях, о наших детях, да, если мы видим, что и старец, которому тут же 70 лет, и юный брат, которому, ну там, 18-20 лет, да, и мы вместе, и тот же служитель, тот же старец спрашивает, брат, скажем, как ты видишь вот это, как ты видишь вот это, ему тогда, откуда, какая зависть, если у него спрашивают, его возвышают, тот же служитель, его возвышает до своего уровня, и говорит, ну вот тогда появляется желание, ну вот тогда появляется, такой огонь к тому, чтобы делать это чтобы как-то его не унизили, его не оттолкнули ему не сказали, это так же будет и в семье и как Иван говорил, и о жене тоже если мы говорим, жена, ты там молчи, это не твое дело всегда и с женой общения, и с детьми и с молодыми братьями и друг с другом к сожалению до этого до может быть я буду очень рад слышать свидетельство что в церквях есть такое но к сожалению до этого я не был ни свидетель, ни участником такого братского общения как в нашей церкви это у нас по каждую среду все братья приглашаются и слава Богу, что приходят ну сейчас уже почти все есть, может, один-два человека которые там у кого-то работают, у кого-то что выходят молодые братья и мы каждый вопрос нету такого, чтобы кто-то высокомузыкальное служение кто-то вот как брат Александр Пресс-Виктор братья я решил все, вставлю в известность ну так, так и так всегда совет всегда общение всегда молитва и тогда каждый брат чувствует и ответственность и благословение что его мнение интересно старшим его мнение интересно в церкви и эта церковь тогда уже становится не чужая и это большое благословение если это с самого начала только зарождается церковь если вот это такой братский совет братское общение и повлечение молодых братьев вот этот процесс созидания этого духовного дома потому что церковь это дом Божий а в доме всегда есть порядок в любом доме есть порядок а в Божьем доме это церковный это Божий порядок это порядок а что такое дом Божий как слово Божие говорит это церковь церковь вот это дом молитвы где мы собрались а верующие дом Божий я хочу посчитать когда-то вот это у меня помечено когда-то когда были такие вот непонимания разложна себя когда-то тоже было такое знаете сожаление когда вот были в церкви в поместной церкви были проблемы эти проблемы Бог дает и право и власть и служителям и каждому из нас и власть и благословение решать эти проблемы с Божьей помощью но когда для решения этих проблем приглашаются со стороны братья стоящие рангом выше и путем своих каких-то мы решили мы сказали этим ничего не добьешься это действует только разрушительно на церкви потому что всякая команда если это вверх то тут да если в церкви этого хреха не замечается да-да-да но и то и в этой в связи тоже есть умещания и какие-то методы там и замечания но если это не совпадает с официальной позицией служителя одного может быть или там двух с официальной позицией тех кто вообще в этой церкви не понимает вообще как эта церковь какие здесь проблемы а указание приходит свыше и вы должны вы обязаны то это неправильно вот такое никогда этот вопрос не будет решен каким-то указанием свыше а это было и почему я хочу вам сказать сейчас почитаю Катенька только из нескольких мест священных описаний как же к чему призывает над распуть и каким образом все это должно делаться начинается содеяние первая глава шестнадцатый стих первая глава шестнадцатый стих было до собрания человек около около ста двадцати мужи братья надлежит надлежало исполниться тому что в писании приверёк дух святой устами Давида об Иуде бывшем вожде тех которые взяли Иисуса здесь место священного писания для того помните наверное все о чём здесь идёт речь о том чтобы вместо Иуды ставить апостола и здесь мы видим что Пётр обратился к собранию они не решили это двенадцать там одиннадцать апостолов это было собрание это было ну можно сказать так ну первая община христианская и потом мы читаем далее как оно проходило изъяние вторая глава сорок второй стих и они постоянно пребывали в учении апостолов в общении и проломении хлеба и в молитве был же страх на всякой душе и много чудес и знамений совершавших за апостолов все же верующие были вместе и имели всё общее вот оно было всё общее кому было завидовать у кого могла быть гордость всё было общее и они постоянно пребывали все вопросы решались вместе и шестая глава со второго стиха когда двенадцать апостолов созвавшие множество учеников сказали нехорошо нам оставивши слово божие пищи со стола и так братья выберите и среди себя семь человек изведанных исполненных святого духа и мудрости их поставим на эту службу а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова и угодно было это предложение всему собранию опять же обратите внимание не властью данной богом даже апостолы действовали не руководствуясь какими-то своими амбициями а это угодно было всему собранию всё собрание решило всё собрание постановило всё общее нас спрашивают мы участники этого служения мы во всём этом не имеем право так же как и апостолы выдвигать кандидатов голосовать за них мы не имеем право это большое благословение когда это не чужое это не то что кто-то там решили братский совет присвитер там всё решил а меня как бы заставляют когда в это увлечена церковь братья увлечены когда молодые старшее поколение старшее учат но молодые набираются опыта и все в этом участвуют это благословение к этому призывает Господь и ещё вы помните уже хатинка и в антиохии и помните в тамочной церкви были братья были служители учителя и тоже Дух Святой сказал пошлите в Арнаву и Павлу на служение для которого я их избрал потом они исполнив служение вернулись в церковь и рассказали рассказали как всё произошло и вся церковь отблагодарила Бога опять же всё это вся церковь и почитаю ещё вот такие места где об этом ещё говорится и где о них 15 глава 4 стих они были приняты церковью апостолами и пресвитерами это говорится о Варнале о Павле и Варнале когда они пришли в Иерусалим для того чтобы рассмотреть вопрос когда вот эти действующие пришли и стали говорить что не обрежетесь не спасётесь вот они пришли и тогда помнится тоже апостолы собрали всю церковь и Павел и Варнале были выслушены и вся церковь не апостолы только одни пресвитерами а вся церковь всё собрание участвовал в этом и апостолы рассмотрев этот вопрос опять созвали 15-22 9-15-22 когда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили избравшие среди себя мужей послать их в Антиохию с Павлом и Варнале именно там апостолы и пресвитеры опять же павла апостолы и пресвитеры собравшихся церковь то есть единодушия juego что это действительно не административная единица где решают несколько человек но когда это согласие когда это совет не просто посоветовались а когда это совет когда это благословенное согласие всех пришли к выводу, видим, что это дело Божье и поэтому молодой ты или старый немощный ты или крепкий духовно, но ты во всем этом участвуешь, когда и у молодого и немощного, и у пожилого может быть уже и уставшего от жизни ободрение происходит что никто не забыт все участвуют все имеют право сказать и все пожинают плоды вот этого благословенного труда я уже коснулся вот этой темы что братское такое вот общение оно необходимо, братья я вижу и был свидетелем того, как решались вопросы, и вижу как они сейчас решаются в нашей церкви это большое благословение, когда нет никого такого вот, ну кто ты такой вообще-то, лет назад принял крещение или тут вообще у нас есть мы всегда приглашаем даже тех кто еще крещение не принял приходите на братскую молитву приходите в общение братское потому что прежде чем молиться нужно порассуждать поразмыслить посоветоваться друг с другом ну конечно же у пресвитера есть авторитет у него есть и власть но как апостол право говорит пользуется пасаде я этой власти так вот, великое благословение когда братья скажут да, брат, ты прав не прав а также великое благословение для церкви если пресвитер скажет да, я был не прав я вижу, что вот вот в этом вопросе есть более компетентное братья на первых служении и специфические это музыкальное служение или еще какое-то мне нужно бывает и пресвитер сказать да, молодой брат ты хоть молодой, но действительно вижу, что ты не дай Бог, чтобы такое вот всегда и хотелось бы, чтобы это было я думаю, братья вы меня поддержите в каждой церкви и я очень радуюсь сейчас я уже не раз провожу пример что в нашей церкви как-то так получилось что обычно бывает не знаю что сестер больше но у нас почему-то служение на молитвенное служение братьев приходит у нас молитвенное служение бывает в четверг и в среду у нас чисто братское а в четверг у нас бывает служение молитвенное всей церкви ну к сожалению может быть не вся церковь выходит но к счастью и это благословение Божие что братьев и молодых уходит чуть больше чем сестер потому что я считаю что вот это молитвенное прежде всего молитвенное служение и видение того что происходит в церкви и решение вопросов это всего прежде всего брать и когда мы видим советуемся мы знаем во-первых какое-то переживание не зря апостол Иаков пишет что признавайтесь друг перед другом в проступках ваших и молитесь друг за друга бывает вот молодой я тоже был застенчивым молодой мне тоже казалось что этот брат он святой а знаете как сатана угнетает когда знаете что я спрашиваю когда мы согрешаем нам так бывает сложно так трудно и стыдно признаться а тем более молодому когда он думает мне поверили мне доверили тут столпы веры а я как же я могу так но когда этот молодой видит что тот же брат с сединой он просит прощения он признается тогда он понимает что оказывается да и он может так и он может так и он имеет права и должен так и когда мы тоже признаемся в проступках признаемся в грехах у нас есть развод у нас есть такая вот молитва раньше мы называли ее такую всеночную что на ночной мы собирались мы до самого утра сейчас уже чуть может быть был правильный вытягивать да и прежде всего на этой молитве вот мы прежде чем начать говорим может у кого-то есть у братьев сокрушения покаяния может кто-то хочет признаться в чем-то да мы видим мы понимаем но это конечно между братьями что мы немощны и кто-то молодой видев как кто-то просит прощения из старших он тоже он понимает что что тут стесняться что тут таится ведь это же благословение будет признаться и помолиться друг за другом чтобы исцелиться чтобы восстановиться поэтому дай бог чтобы вот то что рекомендации которые мы находим в священных писаниях о решении проблем церкви о решении вот эти знаете разногласия разделения опять же откуда происходит происходит потому что там есть где-то что то когда все общее какое может быть разделение когда я пользуюсь общим какое тут может быть разделение когда все общее когда у нас с братьями общее желание построить дом молитвенного, когда общее желание строить духовное домостроение и строить угодно Богу мы все общее и мы рады мы собираемся и с благословением Божьим мы молимся и строим и трудимся пусть Бог благословит братья, чтобы и в нашей церкви это продолжалось и дай Бог, чтобы это было в каждой поместной церкви такой вот совет, собрание чтобы все вопросы решались угодно другу, на основании Священного Писания тогда не будет это мое, это чье-то я здесь не участвую, меня об этом не спросили, а когда всех спросили когда все согласны когда выслушали мнение каждого тогда это наше это мы это Господь пусть Бог благословит нас понимать это и быть в таком нецовете всегда благословит нас церковью и Слава Богу спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!